здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канал заметки электрика сегодня вот установили такой трасс ароматор такой красавчик мощностью 3200 напряжением 10 на 0 3 киловольта вот у нас казахстанский трасс ароматор табличка такая игрушечная 3200 звезда треугольник 11 группа пбв так масса 5 ступеней 9 5 до 10 5 и низкая сторона 315 раньше стоял аналогичной мощности у него вышел из строя переключатель пбв то есть вот эта труба с газовым реле с кабелем газового реле она как раз таки как раз подходила к верхней крышке то есть видите разница по высоте была просто колоссальная ну где-то метра полтора наверно он был выше сейчас мы эту трубу будем убирать здесь сделать рассоединение и переходить через металлорукав на наше газовое реле почему такой вот трасс ароматорик у нас вот этот самый капилляр идет у нас нашему термосигнализатору ткп 160 ну и сигнала с него можно выдать соответственно сигнализацию вот у нас бронированный старый кабель идет на датчик сопротивления старого трансформатора для контроля температуры то есть на базе логометра стоит прибор и мы переключателя переключались на разные трансформаторы и измеряли температуру нагрева ну сейчас эта система она у нас уже на новом трансформаторе здесь задействована не будет так как у нас уже установлен новый термосигнализатор сразу с отображения температуры этот остается кабель будем убирать его фильтр с таким вот интересным синим силикогелем первый раз вижу синий силикогель обычно белый идет а кто знает что это такое то есть вот 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 охлаждения расширитель с указателем уровня масла уровней температуры масла еще вот вид сверху покажу взял на крышке сейчас стою радиатор изоляторы 10 сторона и 3 киловольта это наш переключатель поднимается и поворачиваться в ту или иную сторону сейчас установлена вот видите денечка первая ступень поднимаем и поворачиваем до фиксации это у нас вторая ступень поворачиваем дальше это у нас 3 4 5 возвращаем обратно на первую первую ступень это у нас термобагон заряженный это капилляр идет на термосигнализатор ткп 160 ну и вот наши газовое реле которым мы будем подключать клеммная клеммная крышка вот два сальника с обоих сторон это новый вновь вводимый трансформатор убираем портировочную резинку кнопка опробования первой ступени второй ступени до половины дожимается первая ступень до конца вторая ступень на отключение будем уже завтра проверять когда включим кабель сейчас встраиваем воздух потому что сейчас уже первая ступень на сигнал замкнута смотрим так тут надо постелить тряпочки достаточно ну и казахи опять тут очень интересно сделали обозначение в клеммной коробке газового реле то есть вот так стоит 4 клемма в ряд крышка когда открывается кажется что вот так располагается там первая ступень две пары и следующая ступень на отключение две пары контактов и первый раз подключили неправильно потому что на крышке контакты обозначены одним образом а по факту это расположение контактов обозначена наоборот вот так вот так пара так пара так пара и так пара вот пришлось переключать но плюсом является то что у данного газового реле имеется по две пары на каждую ступень что удобно размножать тот или иной сигнал там разные цепи выдавать одну цепь можно выдать там панель сигнализации вторую там телемеханику или еще куда-либо ну и соответственно отключение можно выдать две разные два разных сигнала со второй ступени на отключение а установили мы тот новый трансформатор тм3 200 замены вот аналогичного посмотрите как он выглядит это трансформаторный завод имени куйбышева москва тридцать девятый год тм3 200 тоже 10 на 3 15 три ступени смотрите какая у него высота какой его габарит по сравнению с новым Джордж paleo её непросто до 3 anne её 给我 после у всех это очень 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 и уже ник что он он cré И это все у нас здоровенные, вот так по кругу идут радиаторы охлаждения. Но размеры очень и очень внушительные. Я не знаю как сейчас проектируют новые трансформаторы, сам в институте, в университете проектировал по Тихомирову тысячник, и он у меня получался, если все правильно рассчитывать, по габаритам соизмеримым, вот со старыми габаритами. То есть не был ни больше, ни меньше, а именно таких же габаритов. На чем сейчас они экономят, казахи и другие производители трансформаторов делают трансформаторы почти в полтора раза меньше. Я не знаю, на железе, на охлаждении, на обмотке, на всем угодно. Может быть экономия, может быть индукцию закладывают меньше. По железу, соответственно, начинают экономить по магнитопроводу. Ну и заканчивая там обмотками и прочим навесным оборудованием для охлаждения. Так что вот, вот такое вот коротенькое видео, которым я хотел с вами поделиться. Как обычно, если кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! А этот трансформатор, он бы еще прослужил лет пятьдесят, но у него тоже проблемы с ПББ. С длительной эксплуатацией не выдерживают. И, в общем, надо его вскрывать, ревизировать. А так, в принципе, проблем с ними у нас нет.